Снимай мех навсегда! Без сожаления расстается со своими ушанкой и дубленкой. Собранные на акции меховые вещи отдадут нуждающимся. Поддержать зоозащитников Анна пришла со всей своей семьей мужем, сыном и собакой-пчелой, которую взяли из приюта. У меня была и меховая жилетка, и дубленки. То есть у меня было много меха, так как родители воспитывали, что мех – это статусно, это красиво. Но после у меня полностью изменилось мышление, и я решила от этого отказаться. Я перестала есть мясо, я перестала носить мех, кожаные вещи. Акция на Софийской площади привлекает внимание туристов. В этой семье из Нью-Йорка мнения разделились. Это жестоко, это не надо делать. Я бы не одевала шубу. Я знаю, что эта тема очень животрепещущая. Я, честно говоря, не анализировала свои отношения. Я не ношу шубы, но так глобально я бы не стала на черное и белое все разделять. Нужно было вопрос поднимать еще года 7-10 назад. И чем больше таких будет акций сегодня, следующих, кто будет, наверное, это будет замечательно. Коробки быстро наполнялись меховыми изделиями. Активисты охотно отдают шубы и шапки. Ведь современная мода предлагает вещи, не уступающие по качеству натуральным материалам. Мы разработали в прошлом сезоне концепцию, которая пропагандирует альтернативу меховым пальто. Коллекция была представлена на неделе моды в Нью-Йорке. Дело в том, что женщины в странах СНГ привыкли к меховым изделиям. И мы сделали вещи, которые выглядят так же, но не имеют ни животного пуха, ни меха. Зоозащитники разработали законопроект, согласно которому зверофермы в Украине придется ликвидировать. Законопроект вводит пятилетний переходный период до введения полного запрета. В течение этого периода подобная деятельность должна быть тщательно урегулирована. Должны соблюдаться требования по осуществлению гуманного обращения с животными. Закон, запрещающий введение негуманного бизнеса, работает в 14 европейских странах. Если украинские парламентарии его примут, на территории Украины нужно будет ликвидировать 37 звероферм. Инесса Занин, Ярослав Матяш, ЮАИ ТІВИ.